Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим новое интересное обновление от компании Xiaomi, которое касается стоковых приложений. Хоть за последнее время разработчики много именно обновлений прошивок не выпускали, они решили сосредоточить свои ресурсы именно на выпуске стоковых обновлений. Поэтому рассмотрим, что интересного есть и что можно поставить на свое устройство Xiaomi. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же подопытным, у вас может быть абсолютно любое устройство компании Xiaomi из актуального модельного ряда. Получается, из интересного, что можно уже сегодня накатить на свое устройство. Первое, это обновленная лента виджетов, в которой будут находиться новые виджеты. Ну или же те виджеты, которые вы хотели видеть на своем аппарате. В частности, это те самые питомцы, которые были эксклюзивом лишь только для китайской прошивки, их начали вводить относительно недавно и до какого-то момента их было сначала лишь две штуки, по-моему, котик и только была собачка. Еще потом добавили котенка и после чего что-то разработчиков понесло на все эти дополнения. Они, получается, дальше добавили пудинга, далее добавили, я так понимаю, хаски. И вот в последнее время добавили еще одного зверенка, как паф. Получается, все это добро вы можете установить без всяких проблем на актуальные смартфоны Xiaomi, в которых также есть обновленное меню виджетов. Имеется в виду следующего типа. Но опять же, мало того, что вы поставите ленту виджетов, еще необходимо вам в настройках вашего смартфона поменять регион на Индонезию, если мне не изменяет память. Да, получается, вот Индонезия и только после этого у вас все эти новые виджеты проявляются. Помимо того, что вы можете поставить питомцев на рабочий стол, вы также можете добавить следующий виджет, который также немного прокачали. Я так понимаю, что раньше разработчики просто добавили один его вариант, именно как он называется, дашборд, ну или в принципе же такая панель с разной статистикой, с разной метрикой. Но если вам такой стиль не подходит, вы можете под темное оформление себе поставить, или же можете вообще в другой вариации его себе выставить. Опять же, разработчики пытаются улучшать возможность кастомизировать наше устройство, и я считаю, что это очень круто. Плюс вам еще напоминаю, что в новой ленте виджетов разработчики сделали интересный такой ход конем. Получается, они нам решили дать возможность ставить виджеты от всех приложений. Если же раньше мы только могли ограничиться стоковыми приложениями, то на сегодняшний день у нас также в эту ленту добавляются и сторонние. Там AliExpress, Google, Google TV, TikTok, ну и тому подобное. Так что это обновление однозначно вам рекомендую установить. Следующее, о чем пойдет речь, это рабочие столы, системная оболочка и Poco Launcher. Получается, эти версии у нас выпускаются также не слишком часто, но если разработчики их все же публикуют или же присылают с какими-то новыми стоковыми обновлениями, то их необходимо поставить. Получается, в новых версиях системной оболочки и Poco Launcher разработчики улучшили, конечно же, оптимизацию, улучшили быстродействие и пофиксили лаги, которые были озвучены пользователями с помощью обратной связи. Да, вы меня сразу сейчас можете спросить, а что же там с системной оболочкой и HyperOS 1? Ведь там были конфликты и были всевозможные вылитые ошибки. К сожалению, ничего в этом моменте не поменялось, все так же есть ошибка. И опять же, как я уже говорил в предыдущих своих видеороликах, разработчики это фиксить не будут. По настройкам рабочего стола, опять же, ничего сверхнового тут не добавляется, к сожалению. Но есть такой интересный момент, о котором в нашем телеграм-канале писали и говорили, что вот как бы-то об этом не было сказано, об этом нигде нет информации, и почему вообще как бы-то на этом не делается акцент. Речь идет, конечно же, касательно жестов вниз по рабочему столу. И это у нас поиск приложений. А что же у нас по поиску приложений? Получается, у нас тут добавляются AI-ответы. Тема, которая связана с геминией, тема, которая, опять же, как вы понимаете, берет инфу из интернета, но, в принципе, почему бы и нет, этим не воспользоваться. Выглядит оно следующим образом, ну и, в принципе, так, как вариант, почему бы и нет, там, знаете, каких-то быстрых AI-ответов на экзамене, там, в школе, на уроке, там, когда вас учитель спрашивает, или же еще что-то. Ну, или же для повседневной жизни, также попробовать задать какой-то вопрос и получить какой-либо ответ. Так что в системной оболочке эта тема присутствует. Чего не сказать касательно Poco лаунчера. Там, по-моему, опять же, если мне память не изменяет, потому что с Poco смартфоном я последний раз взаимодействовал давненько, вот, то могу ошибаться. Но, опять же, в целом, системная оболочка и Poco лаунчер на сегодняшний день максимально стабильные и приятны для использования. Следующая же история, о которой также стоит вам напомнить, это обновленная камера. Да, хоть о ней я уже рассказывал, показывал, говорю, что ее нужно установить, разработчики выпускают новые версии, там, 6.1.160. Но, к сожалению, на тот же Xiaomi 15 ее не поставить, потому что так там заложено в самих алгоритмах камеры, что 6.1 пока что несовместима с Xiaomi 15. А на другие аппараты эта вся тема там будет совместима. Опять же, все ссылки на все сегодняшние стоковые обновления будут в описании под этим видео. Напоминаю вам, что камера, в принципе, она меняет свой внешний вид, меняет свой интерфейс, меняются настройки, и, как бы то сказано, что меняются алгоритмы по фотосъемке. То есть, как бы это фотографии должны стать лучше. Ну, на примере того же Xiaomi 15 я прям какого-то сверх прорыва не заметил. Опять же, возможно, я как-то не туда смотрю, или же еще что-то. Или же разработчики, как обычно, об этом говорят, думая, что мы это все схаваем и как бы пойдем далее. Но, как бы то нет. Потому, если вы не поставили себе еще новую камеру, и при этом ваше устройство ее поддерживает, то я вам рекомендую это сделать уже сегодня. Еще одно приложение, которое также достойно вашего внимания, это новая безопасность. Получается, сейчас я вам продемонстрирую, какая здесь у нас версия. 10.7.9. Ведь, конечно же, все сегодняшние обновления только для глобального рынка. То есть, никакой китайщины вы в этих обновлениях не найдете. Вас, конечно, будет, я больше чем уверен, интересовать раздел батарея. Получается, разработчики также так в несколько завуалированной форме всегда пишут, что там оптимизация в этом приложении, что там устранение багов, ну и тому подобное. Но они от нас скрывают один такой интересный момент, что все-таки этим приложением они могут корректировать именно возможности батареи. То есть, они могут, допустим, настроить так алгоритмы, чтобы автономка была чуть больше, или же наоборот, автономка будет ниже. И то есть, как бы мы с вами не играли, что бы мы там с вами в настройках нашей системы не выставляли, что бы мы там не замораживали, что бы мы там не удаляли, в принципе, из прошивки, она не будет работать там плюс 6 часов экрана, или же плюс там 24 часа к автономке при таком пассивном режиме использования. Но, опять же, этим приложением мы можем немного поиграться, задать там, опять же, вы знаете текущие режимы, там игровые и тому подобное, по параметрам зарядки также вы можете поиграться. Ну и плюс вы еще можете поставить защиту батареи. Напоминаю вам, что относительно до недавнего момента было лишь только две опции, это защита аккумулятора и смарт-зарядка. Сейчас же добавляют они зарядить полностью. При этом всем аппарат, ну, как бы-то греется очень так неплохо, потому и все же вам рекомендую использовать именно смарт-зарядку, чтобы продлить жизнь вашему аккумулятору. Также еще разработчики выпускали обновления на Joyeuse, если я не ошибаюсь, также выпускали обновления и для супер-обоев, кому это интересно, также ссылку оставлю в описании, у кого их нет, вы можете их попробовать себе установить. Ну и в целом, я так понимаю, что разработчики готовятся к новым обновлениям, которые должны выйти вот уже где-то в конце мая, или же начале июня. Потом, я думаю, что лето, в принципе, по данному моменту будет весьма очень интересным. Ну, а там, глядите, уже и выход HyperOS 3 не за горами. Ну, а если о чем-то забыл упомянуть, или остались какие-то вопросы, смело об этом пишите в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok